Дети, как маленькие росточки, и где бы они ни находились, их искренность, чистота и неподдельная радость способны оживить все, даже строки стихотворений из книг, превращая их в цветы. Сегодня в 14-м саду города Раменское прошел конкурс чецов «Природа – наш дом». Дима недавно слиться, прошла и пора. Весна в окно стучится, и горится двора. И все за суетивость, все нудят зимой год, и жарники в небе, уж подберет весь год. Зима еще хлопочет, и на весну ворчит, как ей было захочет, и куча не шумит. Посоревноваться в чтение стихов приехали дети из 66 садов Раменского района, по одному представителю от учреждения. Из-за большого количества участников пришлось поделить программу на два дня. В планы организаторов на следующий год входит увеличить количество участников с одного до двух для дуэтного чтения. Листят под солнцем лужицы, их нам не сосчитать. Скорее, скорее на улицу кораблики пускать. На улицу весеннюю, где сел на ветку грач, где по обыкновению сосулек слышим плач, и где сугробы ержатся мрачнее день ото дня. А ручейки все множатся, бегут, бегут, свинья. Волнение переполняло маленьких артистов. Снять напряжение у конкурсантов помогали танцевальные паузы. Маленькие артисты очаровали как зрителей, так и жюри, перед которым стояла сложная задача выбрать лучших из лучших. Но это не сама цель конкурса. Конкурс этот проводится для поддержки талантливых детей, для привлечения детей к чтению художественной литературы и привлечения родителей и педагогов к проблеме заучивания стихотворения детьми. Ява, скажи, пожалуйста, ты сегодня волновалась? Какое стихотворение рассказывала? Кто тебе это выбрал? Зинаида Березина «Ласточка». Тебе нравится это стихотворение? Очень. А кто выбирал тебе это стихотворение? Сама или кто-то помогал? Я не знаю, кто это мне выбирал. О чем твое стихотворение? О ласточке. О ласточке. Ей очень тяжело. Она отсадила яички, у нее появились птенчики. И когда появляются у мам дети, им очень трудно. У птичек тоже самое. А почему им трудно-то? Потому что им нужно летать за едой. На пушке шла весна. Едра с дождиком несла. Ступилась на пригорки. А прокирывались ведерки. Зазвенели капли. Загалдели цар. Испугались мурали. Ведя запятых слов. Привить любовь к своей родине, к животным, да и просто ко всему прекрасному, научить ценить это и дорожить, безусловно, помогает поэзия. И если это не заложить с раннего детства, то в более старшем возрасте может быть уже поздно. Душа верба вся пушистая, раскинулась кругом. Опять весна душистая повела крылом. Столицы тучки носятся, тепло озрены. И в души снова просятся пленительные сны. Везде разнообразные картины залез гляд. Шумит толпою праздную. Народ чему-то рад. Какой-то тайной жаждаю мечта распалена. И на душу каждую проносится весна. Марина Миквеевич, Алексей Гущин, для программы «Городские вести». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова